В воскресенье в СЛУС приезжал блогер Сергей Тихановский, автор канала «Страна для жизни». И вместе со случайным Владимиром Неронским они посетили некоторые места в прямом эфире, заброшенные заводы, строящийся дом председателя СЛУСКОГО райисполкома. И в 12 часов ребята подъехали на клич прямой трансляции Тихановского к Дому культуры для того, чтобы поучаствовать в акции «Беларусь 12 стоп». Однако никто из случайно не остановился, некоторые проезжавшие мимо только сигналили в поддержку собравшимся. И некоторые тезисы, которые звучали в эфире, вызвали у нас вопросы, поэтому мы захотели пообщаться с Сергеем. Однако он отказался давать какие-то комментарии, сославшись на то, что не дает интервью. Странно для блогера, который всех снимает на камеру и требует комментариев, открытости и гласности. Но Сергей предложил пообщаться с Владимиром Неронским, задать вопросы ему, что мы и сделали. Вова, а как вообще решил вместе с Тихановским участвовать в этом проекте и почему? Однажды посмотрел его ролик в Ютубе. Очень понравился его стиль съемки. Некоторые комментаторы нам ставят в упрек, что мы показываем какой-то негатив. Желание помочь людям, потому что он когда-то в прошлом тоже занимался бизнесом, преуспевал, пока не столкнулся с бюрократической нашей системой. Девиз нашей власти, в принципе, как местной, так и государственной, ни себе, ни людям, надо менять в корне. Люди хотят работать, белорусы уже устали. И я надеюсь, мой труд поможет хотя бы людям в чем-то, какую-то надежду обрести в светлом будущем. Общаясь с людьми, я такого никогда не видел уже за столько лет, чтобы люди уже готовы брать, говорят, мы готовы брать вилы. Даже в руки, только скажите, куда идти, кого насаживать. Так не должно быть. Политика власти, к сожалению, заключается в этом, чтобы истребить население. Чем меньше людей, тем проще руководить. Цель проекта помочь людям, это во-первых. И во-вторых, чтобы у них появилась надежда, чтобы люди стали добрее друг к другу. Но какие ожидания? Ожидания только положительные. Только положительные. Люди ждут, они здесь, ну, они очень трусливые, к сожалению, боязливые. Это за столько лет власть запугала людей. Тоже Сергей Тихоновский сидел на сутках за свою вот эту работу. Я к этому тоже готов. Не боюсь. И надо людям объяснять, что и милиционеры такие же люди. К сожалению, где-то там выше, они, может быть, не люди такие. Они не видят, они возомнили себя очень высоко. Так делать нельзя. Бог, Он один. И Он на место всех поставит, как показывает жизнь. Что Бог поставит любого президента на место. Я верю, вот раз так надо делать, говорить, оказаться даже у вас в этом кабинете, значит, на это воля Господа есть. Да, у Сергея сейчас очень много работы, потому что его ролики произвели действительно огромный резонанс в обществе. Вы прячетесь от людей. Мы же страну для жизни вместе хотим построить. Ольга Федоровна, ну хоть какой-то комментарий дайте. Опачка. Это мы покажем Александру Григорьевичу. Всех нерадивых чиновников видят миллионы людей. Люди начинают тоже звонить, просить о помощи, потому что видят результат его работы. А какие результаты конкретно? Сейчас он только недавно начал этим заниматься. Вот он наружу, так сказать, показал всю вот эту нашу, как сказать, никчемную, никчемное отношение к народу. Где ролики есть, где банки обманывают людей, недобросовестные застройщики. Даже прошел вот суд по одному из человека, я лично его знал, где на него повесили 800 тысяч долларов долга. Хотя он даже не прикасался ни к каким деньгам, все было подделано, росписи. Было 4 суда. И он, правда, не добился. И только после общения, выхода ролика Сергея на экран, состоялся действительно честный суд. И даже этот человек сказал, это единственный справедливый суд, который был за все время. Я вам скажу по поводу даже этого самолета. Я буквально за полчаса до этого читал эту информацию, интервью Эйсман, вернее, ее комментарий по этому пресс-секретаря. Это тоже тот пресс-секретарь, которому нельзя верить ни одному слову. И я вам скажу, почему нагнетается такая обстановка. Владея 18 резиденциями в стране, это непозволительно ни одному человеку. И президент, который управляет страной, в которой нету ничего, содержать такую армию чиновников, резиденций, охраны, несколько тысяч, кого боятся? И так как у нас в стране вы ничего не добьетесь, никакой правды из официальных источников. Люди пытаются сами где-то разговаривать, договариваться, информацией делиться. Если где-то мой один репортаж поможет хоть отца бы одному человеку, я буду только рад. Пускай садят в тюрьму, что хотят делать. Ну, во-первых, я уверовал в Бога, я ничего не боюсь. Потому что я уже был на том свете, я немножко, когда-нибудь расскажу в своих роликах, как это случилось. Я видел тот свет. Бояться не надо. Ну, ад это очень страшно, на самом деле. Но тот свет существует. Когда-нибудь люди все улыбаются, смеются, это бред. И кто знает меня в городе, прекрасно понимает, какой образ жизни был у меня до этого. Какой сейчас? Буквально год и два месяца назад я умеровал в Бога. Это был совершенно другой образ жизни. И когда видят, какой я сейчас стал, даже моя мама родная меня не узнает. Все мои близкие думают, что я сошел с ума. А я им отвечаю, что Бог может все. Он может переделать любого человека. Беларусь 12 стоп означает, что в 12 часов дня каждый человек, который не согласен с политикой теперешнего режима, я его так и называю, может остановиться. И на белом фоне сделать или скриншот, или сделать видео с надписью «Беларусь 12 стоп» и высказать так свое несогласие с теперешней политикой государства. И немножко невнимательно вы смотрели вчера, наверное, ролик или не придали этому значению. В этом ролике как раз таки сказано, что этот председатель наш, Янчевский, он действительно отличается от всех. Его коттедж стоит в болоте. Вот здесь такие большие будут окна, высокие французские, наверное, практически до пола, да, в этой столовой. Да, там когда-то была мусорка. Он не такой большой. И там все так это сказано. Даже сам этот Сергей заметил, что ну как-то он говорит, все, у всех... Смотри, в чем проблема. Вы показали его местожительство всем. Это значит, туда сейчас могут паломники ходить со всего города, забастовки возле его дома устраивать, какие-то мелкие пакости делать, колеса в машине прокалывать. Имеет ли человек право на защиту информации о личной жизни? В окна ему подсмотреть? Ну, там адреса конкретно не было. Где эта улица? Всем понятно. Всем жителям понятно, где это находится. Где никто? Я не знаю, где это находится. Ну, не знал бы, где это находится, если бы мне не показали. А кто хочет спросить, весь город это прекрасно знает. Колеса можно пробить и на стоянке возле машины, и возле магазина. Он ходит спокойно, кстати, это председатель. Я его часто вижу в простых магазинах. Мы с ним даже здороваемся. Здесь вот, очевидно, кухня. Насколько спален? Он собирается, наверное, нарожать еще. Или, может быть, возьмет детишек из детского дома, потому что здесь есть куда, так сказать, разместиться. Будем надеяться, что у него такие мысли. Ну, все-таки давайте вернемся к теме его жилья. То есть, в ролике были конкретно язвительные моменты. То есть, посмотрите, вот здесь будет столовая с видом туда. Вот здесь вот столько комнат. Можно взять детей из детского дома. То есть, это этично вообще для блогера? Ну, я вам скажу, блогеры, они, говорят так, на перспективу даже где-то. Вперед. Ну, кто знает, действительно. Может, он захочет взять это святое дело, взять ребенка из детдома. Ну, то, что многодетная семья, это тоже очень почетно. И то, что блогер сказал, что он строит дом здесь, значит, что человек хочет здесь остаться, жить. И это большой плюс для нашего города. Он будет делать максимально, потому что дети его здесь будут жить, в этом городе. То, что он показал, просто еще камера, она немножко преувеличивает объемы. Ну, а здесь разговор, вернее, не разговор, а вопрос не в том, насколько преувеличивает камера, а насколько были язвительные моменты в отношении человека высказаны. Которого не знаешь. Это первое. Второе, что показано все-таки местоположение дома, к которому может прийти любой и сделать все, что угодно. Неадекватных-то людей хватает? Да, я считаю, в наше время, в современных технологиях, тут ничего такого нет. Это узнать, вон в интернет мою фамилию пейте, будет адрес и телефон. Все будут знать, где кто живет. В этом плохого ничего нет. Главное, не делать себя плохо людям. А если уже взялся быть начальником, это замечательно, что такие вопросы задаете. Это замечательно, что сняли его коттедж, я вам скажу. Хорошо, что знаете, где живут. То есть, если стал начальником, это вот почему Сергей немножко на мэров городов, в принципе, как и я. Немножко мы недовольны их поведением, потому что сами лично столкнулись. Мэр, он такой же обыкновенный человек. Я знаю, ну даже по Янчевскому знаю немножко пару таких неприятных моментов. Мне тоже очень неприятно. Может быть, и хорошо, что мы туда поехали. Все мы люди как? Все мы люди, но есть определенные рамки, к которым ему нельзя заходить. И чтобы он тоже понимал, я вам скажу, что за все приходится отвечать. Если он сделал где-то плохо одному человеку, это обязательно ему вернется. Есть определенные рамки, за которые блогерам нельзя выходить? Нет такого. Блогер – это вообще голос улиц, я считаю. То есть, полная анархия? Нет, анархия у них, к сожалению, была у нас есть. Просто думаешь оскорблять в эфире людей, которых ты не знаешь, или хотя бы извинительно рассказываться в отношении них, это странно? Я ничего не заметил такого плохого. В принципе, как он отзывался даже о мэрии Добруша, который там вообще беспредельничает. И 15 лет у этой власти. А если бы он не снял, если бы она не показала эту фигу, сейчас посмотрим на реакцию, конечно, этих властей, как с ней. Если ее не уволят, то грош цена вообще этой стране, вообще этим всем руководителям. А была конкретная цель, чтобы ее уволили, да? Нет, нет, это так совпало. Он говорит, я вообще выезжал из города, но вот так бог... Ну вы же только что сказали, если ее не уволят, то грошится на власти, так? Я правильно цитирую? Да, потому что 15 лет, и вы видите, какой бардак, что за 15 лет нельзя было вырезать эти деревья, навести порядок. Так же и у нас, я вам хочу сказать. Так же и у нас. Мэр, пускай, я все понимаю, если ты взялся за эту работу, будь добр, забудь о семье. Я понимаю, семья это самое важное, но не иди на ту работу, где ты должен служить людям. Это можно найти у того, кто нет семьи. Ну хотя тот, который нет семьи, он и не поймет, что такое. Понимаешь, в интервью, допустим, там уже с Луцк ТВ, Инчевский говорил, что особенно по сезону им приходится работать, грубо говоря, с 6 утра до 9 вечера. Можно ли это предъявить нашим председателям, которым приходится кататься по полям, по заседаниям и так далее все-таки? Или все-таки они, может быть, делают максимум из того, что они могут в этих условиях? Нехватки денег, нехватки административного ресурса, грамотного руководства. Вот грамотного руководства, вы правильно знаете. Подхода к руководству. А я вам скажу, к сожалению, вот даже сегодня я столкнулся с ситуацией такой, и это всегда всех удивляет наших людей. Как человек, который разваливает предприятие, его стать директором на второе же предприятие, и он его опять разваливает. А назначают мэры, поверьте. Мэры дают... Конкретно вы можете привести пример, например? Ну, я хочу сказать, если честно, всех тут знаю, не хочу говорить, они, если надо, попадут когда-нибудь в мое интервью, вот, и обязательно сниму, где назначенцы неправильно. Я еще ни одного не видел, так сказать, бывшего директора или председателя колхоза, там, таксистом или еще кем-то. В Лукашенке тогда не было еды, но мы были тогда какие-то все добрыми. Любовь была, дружба, знаете, они все ходили одинаково одеты. К сожалению, еще раз тоже вернусь к Библии, да, когда дьявол искушал Иисуса, он говорит, ты накорми людей, и они тебе будут поклоняться. А он ему сказал, что не хлебом един человек. Да, президент это дал, давали на все, что хочешь, машины, квартиры, одежды, но в кого мы превратились, люди? Мы друг друга ненавидим. Если у тебя нет денег, ты уже не друг. Хотя мы все начинали с одного. Вы знаете, я ем овсянку с утра, да, вот, нам-то много не надо, мы, я вам рассказываю. Я и не хочу, чтобы дети, я объедали, к сожалению, у нас лишний вес, а это все от этого изобилия, да. Вот, все. Можно, мы много денег очень проедаем. То есть... Вы все-таки чем вы зарабатываете на жизни? Последнее время, знаете, я, наверное, ну, друзья, мне помогают, да, вот, спасибо им за это. У меня бизнес по производству древесного угля был, и от него уже хочу отказаться, потому что это неблагодарный уже бизнес, и столкнувшись с нашим бюрократизмом, где документы невозможно открыть, а, например, документы получить это еще надо год-два, вот, и столкнувшись тоже в жизни, когда предприятие обеспечивало работой и валютой, и страной, и работой людей, сказали, нет, мы не хотим, экологи говорят, мы хотим, чтобы был чистый воздух. Просто, ну, это неправильно. Смотри, у меня к тебе вопрос еще вот в завершении разговора, да, ты говоришь, в Слуцке было восстание, в Слуцке сожгли суд. Вчера Сергей говорил о том, что, и это проходило красные линии по всему, по всей трансляции, что очень многие хотят уехать, кто еще не уехал, те уедут, или про то, что нужно поднимать какие-то восстания, выходить на площадь и бунтовать, и так далее. Смотри, здесь красные линии идет либо убегание, сбегание из страны, как крыса, я считаю, это не очень патриотично, либо призыв к силовому криминалу, пошлите за вилы, пошлите смещать эту власть и так далее. Мы не можем решать эти вопросы, как демократическое общество в цивилизованном ключе, поднимая, опуская проблему, вот как это делают блогеры и так далее. И мы именно призываем к насилию, и ты в пример приводишь сжигание суда. Или мы говорим о том, что мы должны учиться разговаривать как люди, как братья, как население этой страны. Вот в чем вопрос. Суд, извините, я к тому привел, что это про слудских людей, что это такой немножко бунтарский народ в этом городе живет, это так. Вы правильно сказали, надо слушать. Вот мы посмотрим даже на моем примере, если вы опубликуете этот эфир, что будет дальше со мной, вы увидите. Когда человек хочет находить общий язык, увидите по моим репортажам, что будет дальше со мной, и вы поймете, можно ли с этой властью иметь диалог. Только любовью можно победить зло, а зло на зло оно не даст результат. Оппозиция это не те, которые ходят с красными флагами и на родной мове разговаривать. Я тоже мне, очень приятен наш родной язык. Да, к сожалению, видите, как за 25 лет. А родной белорусский ты имеешь в виду? Да, родной белорусский, если на нем начинаешь разговаривать, тебя считают каким-то не таким. Это нонсенс, нонсенс тоже. Это тоже политика государства, к сожалению. Можно вопрос. Вот смотри. Возможно, что к белорусскому языку негативные отношения участки населения складываются из-за неадекватного поведения нашей оппозиции. Вопрос вот в чем. Не исключено ли, что из-за неадекватного поведения блогеров, которые врываются куда-то, начинают все снимать и ведут себя сами некрасиво, к блогерам и журналистам тоже будет нехорошее отношение складываться по такой же формуле? Типа вот люди никого не уважают, врываются с камеры и начинают все снимать. Понимаете, это уже точка просто кипения, вот эти появления блогеров. Это точка кипения. Если бы он не снял, я вам скажу, я еще сниму эти коттеджи, которые там наворованы, я вам скажу, наворованы. У тебя есть какой-то документальный подтверждение? Да, я это все сниму. Ну а как четыре коттеджа у кого-то, у человека, который занимался какие-то должности, как он может построить четыре коттеджа, извините, стоимостью по 100 тысяч долларов, да? Вот, это сколько на зарплаты? Это все понятно. Это появление блогеров, это уже точка кипения беспредела власти. Не появились, не появились бы эти блогеры здесь сейчас в интернете, люди бы, все, они действительно не спились бы, потому что надежды ни на кого нет. У них вся надежда сейчас на этих людей, которые, да, вот у меня наболело, у меня забрали дом, у меня забрали квартиру, помогите. Власти верить нельзя. Власти верить ни в коем случае нельзя. Эта власть, Лукашенко, это вот, я вам скажу, тоже параллель с религией, лукавый, да? Не просто так. Но он нам послан за наши грехи, так нам и надо, с одной стороны. Вот, когда люди сейчас пожелут вот с такой властью, и когда придет человек, который уже будет с любовью относиться ко всем, как в той же Европе, вот когда же Сергей Тихановский рассказывал, как в Испании. Свой у вас блогер скоро будет, Владимир, вот, и будете все проблемы города, и то, что нужно изменить, чтобы слуд стал городом для жизни, будете озвучивать, будете вместе делать, потому что кроме вас это никто не сделает, друзья, к сожалению. Вы не боитесь, что может быть такая ситуация, как это было еще при Советском Союзе, когда сосед на соседа наговаривал? Так она у нас сейчас такая есть, это же поддерживается. Это обязательно. Ну, дело в том, что нужна проверка информации, факты. Конечно, конечно, только так. То есть, есть какие-то журналистские стандарты, но, понимаешь, руками таких, ну, допустим, тебя в этой ситуации. Может прийти какой-то человек, настучательная начальника, придумать что-то, накрутить, дорисовать, и что? А мы это разберем. Ну, если ему не страшно, не за что отвечать, если он считает, что он не виновен, он выйдет и ответит, я не виновен. Да ты не можешь заработать. Да я и не против быть заработать. Я не против заработать, как и я сейчас. Я и хочу работать, но идти таксистом только остается. Да, там физически у меня спина проблем. Проблема со спиной. Ну, не всем же здоровье позволяет. Ну, вы же бизнесом занимались, почему таксистом? Не, ну, я туда не пойду даже, я не хочу, как бы. Я занимался, но я... То есть, по сути, сейчас безработный, правильно? Да, сейчас я, я сейчас безработный. Я так и захотел. Я так и захотел. А по поводу своей деятельности в Слуцке, планируете снимать только проблемные точки или встречаться еще непосредственно с чиновниками? Обязательно. С чиновниками обязательно. А вы уверены, что они пойдут с вами на контакт? А пускай народ видит, кто хочет идти. Они обязаны идти на контакт. Продолжение следует...